Книга «Открытым оком. Тема объединения. Том 13. Вопрос 2786». Созданы были согласительные комиссии по объединению патриархии с зарубежной частью православной русской церкви. Но что-то мало печатают о том материалов. В какой стадии их работа и можно ли уже понять, к чему они приводят людей? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Лукавство и ложь были плодом деятельности митрополита Сергия. Предательство и разрушение церкви таковыми и остались сергианские заповеди до сего дня. Совершенно бездуховные решения, беспокаянные, бесстрашные и кощунственные. Вот уж где поистине молчанием предается Бог. Далее из интернета. Цитата. В частности, следует отметить, что еще до начала работы комиссии на самом высоком уровне было совместно решено, чтобы они не углублялись в исторический анализ, а предоставляли исторические оценки историкам-специалистам. Также было совместно решено не выступать осудительно по отношению к личностям, но стремиться к церковному осмыслению определенных подходов к реальностям жизни церкви в условиях гонений и в частности к существованию ее при тоталитарных режимах. В связи с этим предлагается при вступлении в действие упомянутого акта объявить утратившими силу все ранее изданные акты, препятствовавшие полноте канонического общения. Кроме того, по вопросу об отношениях церкви и государства разъясняется, что основы социальной концепции Русской Православной Церкви, утвержденные Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 году, принимаются и Русской Зарубежной Церковью в качестве документа, верно отражающего учения церкви о ее взаимоотношениях с государством и обществом. Документы отдельных иерархов и органов церковной власти, возникшие в период существования церкви в условиях враждебных и тоталитарных режимов, как в Отечестве, так и в зарубежье, и не выражающие подлинного голоса Церкви Христовой, признаются утратившими силу и недействительными, продиктованные чрезвычайными обстоятельствами. Они не могут рассматриваться в качестве нормы церковного понимания. К числу воспринимаемых таким образом документов относятся, например, послания к пастырям и пасты, так называемая Декларация 1927 года и пасхальное послание первоиерарха Русской Зарубежной Церкви 1942 года. В том же духе экономии и пастырской осмотрительности комиссии предлагают действовать при выработке канонически правомерного решения вопроса о существующих сегодня епархиях и приходах Русской Зарубежной Церкви на канонической территории Московского Патриархата. Православная Церковь, будучи столпом и утверждением истины, 1 Тимофея 3.15, полностью и без каких-либо погрешностей сохранила учение, преподанное Христом Спасителем своим ученикам. Церковь призвана оказывать духовное влияние на государство и его граждан, свидетельствуя о Христе, защищая нравственные устои общества. Декларация была написана под беспрецедентным нажимом со стороны богоборческой власти, угрожавшей полным пресечением всех легальных форм церковной жизни. Об этом святейший патриарх Московский, всеаруси Алексий II сказал еще в 1991 году. Сегодня мы можем сказать, что неправда замешана в декларации. Декларация ставила своей целью поставить Церковь в правильное отношение к советскому правительству. Но эти отношения, а в декларации они ясно обрисовываются как подчинение Церкви интересам государственной политики, как раз не являются правильными с точки зрения Церкви. Четвертое. Политика митрополита Сергия способствовала воссозданию церковной жизни во время и после Второй мировой войны. Действия митрополита Сергия, которые вызывали и вызывают так много споров, были несомненно продиктованы поиском путей сохранения церковной жизни в наступившие переломные эпохи. В небывало тяжелых условиях трагедия митрополита Сергия заключается в том, что он пытался, цитата, под честное слово договориться с преступниками, дорвавшимся до власти. Вместе с тем, критическая оценка упомянутого документа не означает осуждение святейшего патриарха Сергия, не выражает желание обрачить его образ и умолить подвиг его первосвятительского служения «Тяжелейшие годы существования церкви в Советском Союзе». Иеремия 8.12 «Стыдятся ли они, делая мерзости?» «Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют, зато падут они между падшими, во время посещения их будут повержены, говорит Господь». Михея 3.7 «И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога». Галатам 6.12 «Желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Гремело и сверкало с полуночи, казалось, выжжет землю до утра, но утром сад встречал умытым, сочным, блестели листья, темная кора. За преступление не раз мой воротник трещал, и пуговицы сыпались горохом. Когда не в эту степь поворотил, сжималась внутренность, заслышав гнева грохот. И опрокидывались стойбища столы, от присыщения в блевотине утопших вставали призраки обещанной смолы внезапной революции пригоршей. Зигзаги молний полыхают рядом, слепились судорожно для знамения пальцы, В раз без защиты стал и без ограды, быть независимым, увы, не состоялся. И хорошо, что грозы временами крошат и рушат тишину рутины. Реально видится, что иегова с нами, вода закисшая в поход, рванулась длинной. Приятно на рассвете обозреть, подбить итог разгневанной стихии, пообещать не прикасаться впредь к пробиркам с кислотою химии. Молитвою заполним тишину, насыщенный озоном утро сумрак, Ценнее пряники, когда прошелся кнут. Бог крепости упрямства покоряет штурмом. Библейская история полна. Гремящих ужасов, пронесшихся когда-то, После грозы накрыла их волна. Остались ли сомнительные даты? Вновь в сполохи тревожат горизонт, И спелый гром оглохшим на подмогу. Торопить свой путь до храма есть резон, Всегда с любовью, а не по погоде. 10 июля 2005 год, Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...